Всем привет! Меня зовут Ваня Хворов. Нет, правильно сказать, Иван Хворов. Так, а у меня кликер. Вот он. Я сегодня ехал утром с семьей, поэтому я опоздал на три минуты. Собрать дочку на бизнес-фест, это, оказывается, сложнее, чем собрать себя. Мы сегодня поговорим с вами про данный искусственный интеллект. Сейчас поговорим с точки зрения бизнеса. У меня сегодня очень хорошая банда собралась для этого. Пару слов о себе. Я директор программы MBA. И вообще больше семи лет я занимаюсь образованием. И очень увлекает меня эта история. И одна из глав моего пути с Колково была программа Mastering Management Analytics, третья строчка. И на этой программе мы год со зрелыми управленцами изучали понятия искусственный интеллект, data governance, аналитика данных простая и сложная, что такие CDO, и зачем эти звери нужны в компании и так далее и тому подобное. И потом эту программу проведя, я понял, что это нужно всем управленцам. И мы это как один из стримов, как один из ключевых таких направлений втаскиваем в дипломные программы. В MBA, Executive MBA. И хотелось бы сегодня об этом поговорить, потому что, вот смотрите, вот это лабораторная работа на Executive MBA. Executive MBA – это программа полтора года, средний возраст около 40, зрелые управленцы, собственники бизнеса, топ-менеджеры. И все они целый день у нас под руководством вот таких вот ребят изучают аналитику данных. Зачем? Есть у вас ответы? У вас есть, вы не говорите. Я хочу вас разбудить утром. Так? Заработать больше денег. Отлично, спасибо. Заработать больше денег? Ну, конечно. А каким образом? Найти резервы. Что значит резервы? Ну, в своем бизнесе. Найти резервы в своем бизнесе. Чувствуете, как у нас аудитория? Очень хорошо. Найти резервы означает, например, увидеть, куда утекает выручка. Как минимум. Как минимум. Так, еще идеи. Помимо того, чтобы оптимизироваться, найти резервы и понять, куда утекает выручка, которая могла бы уйти в прибыль, как еще аналитика данных может помочь? Прогнозировать. Прогнозировать. Отлично. Что прогнозировать? Спрос, предиктивная аналитика. Предиктивная аналитика, будущий спрос. Ребята, у вас украли хлеб только что. Еще. Мадамин, есть версии? Оптимизация бизнес-процессов. Оптимизация бизнес-процессов. Очень красиво. Что означает? Ну, вы объясните потом. А еще новые направления. Новая деятельность, новые бизнесы, новые бизнес-модели и так далее и тому подобное. Ладно. Много красивых слов. Сейчас нажму. Вот смотрите, вот так они работают. Подторможивает видео. Ох уж этот PowerPoint. Вот так они работают целый день. И целый день мы на самом деле учим их следующему. Во-первых, вот после такого дня ребята у нас понимают на практике, что такое искусственный интеллект и как он решает управленческие задачи. Что я обнаружил? Что в большинстве случаев то, что хотят узнать управленцы, это как мне убавить в принятии решений количество неопределенности. Вот у меня приходит директор по маркетингу, говорит вот это. Директор по продукту говорит про эту же ситуацию, следующее и так далее. И нужна одна точка правды. И с точки зрения принятия решений, вот это конкретный результат образовательный, который я закладываю, когда мы делаем модуль по принятию решений, например. А если добавить туда историю про искусственный интеллект, аналитику данных машин обучения, базовую систему координат дать, то управленец уже может нормально поговорить, ну более-менее нормально. С таким товарищем, как Данил Наумов, например, CDO, Chief Data Officer. Ну хотя бы первый разговор провести. А если добавить историю о том, какие изменения нужно произвести для того, чтобы потом эти модели, аналитики данных работали в бизнесе, то эта штука заходит в бизнес и начинает там приносить результат. Вот это, кстати, один из результатов обучения на модуле под названием Change Management, управление изменениями. А еще можно пойти дальше и прописать это в стратегии компании. Не искусственный интеллект как цель в стратегии компании, а искусственный интеллект как инструмент реализации стратегии компании. Стратегия, она про клиентов, прибыль, стейкхолдеров и так далее. А искусственный интеллект, и вот это можно в модуле по стратегии реализовать. А для чего это все рассказываю? Мы готовим, вот это моя любимая фраза, квалифицированного заказчика на аналитику данных. Не нужно вам досконально разбираться в том, как работает озеро данных. Не нужно досконально разбираться в том, какие бывают все ML-алгоритмы. Вот у нас Вова сидит, Абазов в центре. Вот он у нас адепт простой аналитики данных. Он все время со всякими умными ребятами спорит, что надо проще и проще делать. Сейчас мы об этом тоже поговорим. Квалифицированный заказчик на аналитику данных. Он что делает? Он приходит к ребятам, которые занимаются аналитикой, и нормальным языком в понятной терминологии объясняет, что ему нужно. Потом они работают, и он оставляет за собой только ключевые точки контроля. Что мне нужно, чтобы оно двигалось туда, куда мне нужно, исходя из моей бизнес-задачи. И потом, когда все сделано, я сейчас упрощаю ради аркости картинки, он принимает результат и переводит его в бизнес-результат. Вот про что эта история. И эта сессия на самом деле тоже про это. Итак, я представляю наших спикеров. Данил Наумов, CDO MVideo Eldorado. Катя Борисоглебская, руководитель рекоммерс в Яндексе. И Вова Абазов, директор по аналитике нефинансовых линий Тинькофф Банк. У нас будет такой регламент. Мне... А, сначала, зачем мы сегодня здесь? Еще раз. У меня задача только одна. Вызвать у вас интерес к этой тематике. Мы не успеем за час ничего разобрать. Но если вы почувствуете в результате этой сессии, о, мне это интересно, я хочу больше об этом знать, мы нашу задачу выполнили. И второе мы попробуем сделать. С чего начать? Вот, хорошо, мне интересно, я хочу. А что делать-то? Вот первое, хотя бы первые какие-то шаги. Дальше, если у вас есть больше интерес, будут контакты. У Кати точно видел в презе контакты, у организаторов контакты. Вы просто пишите. И мы пообщаемся на эту тему. Итак, наш сегодняшний регламент. Моя семиминутка закончилась. У каждого спикера будет по 7 минут просто сделать вброс на тему, просто обозначить свою позицию в этой дискуссии, скажем так. И после этого мы пообщаемся с вами. Поэтому пока наши спикеры говорят, думайте над вопросами, которые вы хотите задать. Думайте, что вам интересно. Окей? И первый у нас Вова. Спасибо. Давайте начнем. Да, меня зовут Вова Базов. Я на следующих слайдах еще раз представлюсь, если они есть, конечно. О. Так. Да. Я назвал свою презентацию вот так. Предлагал это название в целом для текущей конференции Ване, но в итоге отказались, потому что нужно называться солидно. Но мне не обязательно. ML, аналитика, бигдата – это просто пустые слова или все-таки про бизнес-пользовую? Про это сегодня хочу очень быстро рассказать. Про меня я уже, собственно, базово рассказали. Сейчас я CDO в Тинькофф банк, отвечаю за аналитику всех бизнес-линий. До этого я руководил аналитикой всей в приложении «Кошелек». Также у нас есть сейчас собственный консалтинг. И до этого я работал в Delivery Club, тоже руководил аналитикой. Так, а еще я там написал, да, у меня есть канал про бары. Подписывайтесь в Waterlock Lab. Так, я на этом слайде обещал не останавливаться. Это коротко про что аналитика, но про это нам расскажут чуть позже Даня, но я в двух словах расскажу. Аналитика, на самом деле, вот как вы правильно заметили, она занимается на самом деле двумя основными вещами. Это первое – поиск инсайтов, то есть это про инсайты. Вот основной продукт, который деливерит аналитика – это инсайты, это новые знания о твоем бизнесе, это насколько ты можешь вырасти, какая сейчас ситуация у тебя в бизнесе, работаешь ли ты плохо или хорошо, динамика положительная или отрицательная, что сделать, чтобы она была положительная. И второе – это продакшн решение. Аналитика также может деливерить или там создавать какие-то продуктовые решения, например, алгоритмы, которые ранжируют вам ленту в Фейсбуке или алгоритмы, которые предлагают самые крутые товары для вас в Яндекс.Маркете или Яндекс.Лавке. Это все тоже про аналитику, и то, и то аналитика делает сейчас во всех компаниях, где она присутствует. Вот, но если я сейчас перейду к примерам Яндекса, на самом деле, пока я вот ехал сюда, придумал еще два примера. Если говорить еще коротко про то, как я вот спрашивал, недавно готовился к другой презентации в Тинькофф, и я спросил у трех своих знакомых менеджеров, которые не относятся к аналитике, но они с ней работают. Я спросил, а что для вас аналитика? Первый сказал, что без аналитиков за деревьями леса не видно. Второй менеджер сказал, директор, вице-президент Тинькофф Банка, сказал, что аналитики – это светочи. Я пошел гуглить, что такое светочи, это типа факел. Вот, а еще это человек, который проводит тебя в неизведанное, короче, какое-то древнерусское слово. Но я думаю, мы так примерно понимаем, что оно значит. Вот, это было интересно. И перед тем, как я перейду к двум-трем бизнесовым кейсам, я пока ехал, вспомнил еще два кейса. Наверное, задам вопрос в зал. Кто-нибудь знает, как аналитика помогла выиграть во Второй мировой войне союзническим войскам? Есть идея? Может быть, кто-то слышал про этот кейс? Ну, по-любому все слышали, кто-то даже смотрел фильм, да. Да, это отличный кейс. Не уверен, что было в настоящее время. Да, это про ошибку выжившего. Я про это не буду сейчас рассказывать, может, на вопросах. Еще был один момент. Прям реальный кейс. Энигма, да, конечно же. Это машина Тюринга. Алана Тюринга – это известный математик, который создал офигенную машину, которая расшифровывала фашистские, нацистские скрипты и помогла выиграть союзникам. И второй пример – это самый популярный инструмент аналитиков, который использует 99,9% аналитиков в наши дни. Его придумал чувак в 18 или 19 веке, который работал на пивоваренном заводе. Не помню, как он назывался. Короче, я про студента говорю. Это инженер на пивоваренном заводе, который создал критерии студента. И это было еще в 18 веке и на пивоваренном заводе. Поэтому, когда я слышу от кого-то, типа, да, у нас в бизнесе не нужна аналитика, но вот вспоминаю про чуваков, которые пиво варили в Голландии в 18 веке. Вот. А теперь про реальные примеры. Uber, Яндекс. Ситуация. Uber – огромная компания, которая уже захватила весь мир, выходит на российский рынок. Там есть молодой Яндекс, который выходит тоже туда. Денег у Яндекса явно меньше, чем у глобальной корпорации Uber. Что делает Яндекс? Они сейчас сначала пытаются конкурировать маркетинговыми бюджетами. Но, конечно же, у людей, которые там венчур собираются всего мира, у них денег больше. Поэтому Яндекс перенаправил свою стратегию и конкурировал не за клиентов нас с вами, а за водителей. Вот. И второе, что он сделал, он сильно улучшил свои алгоритмы назначения водителей на заказы и плюс прогнозы, все эти вот штуки, которые пока выбирают, какого водителя вам назначить, по какой дороге ему поехать и сколько за это выдать денег. Вот. Благодаря тому, что водители стали меньше тратить времени, чтобы доезжать до заказа и что клиент начал быстрее выходить на заказ, они начали экономить сильно больше денег, чем Uber. И, следовательно, они выиграли всю борьбу за курьеров, точнее, за таксистов. А вследствие им стало дешевле проводить поездки, следовательно, юнит экономика на заказ улучшилась, и поэтому они выиграли конкурентную борьбу и сейчас купили уже давно, там, пять лет назад, купили Uber. Вот. Это очень интересный показательный кейс, что аналитика помогла выиграть конкуренцию там, где денег не было на самом деле, где деньгами конкурировать было невозможно. Второй пример — серф-кофе. Ситуация серф-кофе, наверное, вы все знаете. Вышли на рынок, молодая компания. Что они сделали? Они построили очень умный алгоритм выбора точки, где им открыть кофейню, которая максимизировала количество продаж на этой точке. Вот. И второе — они сделали там или купили умный инструмент для оптимизации стоков. Даже на самом деле там не был не алгоритм, а там была просто математика обычная. Короче, не прогнозировали в Excel-ке, сколько им заказать кофе, сэндвичи и так далее, и смогли лучше делать это, чем их конкуренты. И какой результат? Они смогли снизить свои отходы в пять раз, что для кофейного бизнеса очень хорошо. И они открыли свои кофешопы там, где их конкуренты не открывали, потому что конкуренты открывали там, ну, я-то шарю, я-то кофейню уже 10 лет делаю, а они открыли там, где математика показывала. И выиграли, собственно, борьбу, где серф кофе, а где кофекс, да? Вот. Ну и третий пример очень быстро. Ситуация почта Mail.ru. Они видят, что люди фрустрируют, меньше пользуются приложением, потому что спам. Они такие, будем бороться со спамом. Вот. Что они сделали? Они придумали мощнейший алгоритм ML, миллион рублей, миллиарды рублей. инвестировали для того, чтобы сделать фильтрацию спама и разделение всех писем на папки. И как вы думаете, что? Конечно же, ничего из этого не вышло, потому что нахер никому почта не нужна. Ой, извините, я матькнулся. Нафиг никому почта не нужна, потому что, ну, уже никто ей не пользуется, как пять лет, туда приходит только спам. И, конечно же, если у тебя ситуация совсем плачевная, то никакой ML тебе не поможет. Тебе нужно перепридумывать просто продукт. Есть еще большой список примеров, где аналитика помогла выиграть конкуренцию. Это Delivery Club, Xolo. Очень известный пример, как Xolo использовала ML для того, чтобы вычислить 20% самых неработящих сотрудников и уволили их одним днем. Там был, конечно, кипиш, шумиха, но потом, я думаю, компания была довольна. Тинькофф, который создали самый лучший антиспам и самый лучший скоринговый модель для кредитных карт, выиграла конкуренцию, им сильно дешевле обслуживать кредиты. Вот. Ну и, конечно же, очень важный пример я, который на самом деле составил практически 90% своей презентации с помощью чат-GPT. И один из кейсов, который я рассказывал перед этим, был полностью Буддуман чатом GPT. Вот. Если кто-то угадает, какой, то я угощу кофе или вином. А кто сказал? Да. Спасибо. Да, супер. Ну, конечно, это был выдан мой пример. Вот. Потом расскажешь, как ты угадал. Интересно. Я сам пользуюсь. Вот. И я задал еще два вопроса, кому инвестировать, кому не инвестировать в мейли. Очень коротко. Я считаю, что нужно чуть-чуть заинтересоваться всем, потому что дальше вы сможете сами принять решение. Но чат GPT выдал вот такие ответы. Если у вас есть большие данные, если у вас есть операционка, если у вас есть клиентский опыт, который можно улучшать, и вам нужно предсказывать тренды. И не нужно, если у вас мало объемов данных, неуместные бизнес-идеи, ограниченные ресурсы и необходимость быстрого результата без большой инвестиции в продакшн. Наверное, у меня все. Надеюсь, увидится с вами на вопросах. Спасибо. Аплодисменты первому смелому по поводу латте. Вы, конечно, поторопились, потому что у Вовы есть свой целый канал про барную культуру, и не торопитесь, латте, возможно, с ним нужно пить бокал вина. Данила, пожалуйста. Всем привет. Меня зовут Данила Наумов, я CDO МВидео Эльдорадо, и последние 10 лет я занимаюсь тем, что помогаю компаниям с помощью данных зарабатывать больше денег, как у нас уже один из слушателей сегодня выразился. Я, когда пришел в Утконос, я сначала тоже хотел встраивать продвинутую аналитику в ключевые бизнес-процессы, заниматься оптимизацией ассортимента, оптимизацией ценообразованием, оптимизацией целевого маркетинга. И, ну, когда я пришел на операционный совет директоров, я понял то, что никто из присутствующих топ-менеджеров не может четко ответить на вопрос генерального директора, а что с бизнесом происходит? Я вообще теряю деньги или я зарабатываю? У нас там все хорошо или срочно нужно в набат звонить? И вот, когда тоже на одном из своих выступлений в Сколково, помню, тоже коллеги рассказывали про кейсы Вомарта, Амазона, про то, как они с помощью крутых моделей полностью свой бизнес оптимизировали кейсы Яндекс или Тинькова, вот, слушатели задали вопрос. Это понятно, там такие крутые корпорации, у которых там много денег, они готовы инвестировать во встраивание продвинутой аналитики в свои ключевые бизнес-процессы, а вот я, там, от небольшой бизнес, там, серф-кофе, или я, там, владелец сети ресторанов или небольшой строительной компании, мне вот что, ну, с чего начать? Мне тоже нужно миллиарды себе бюджетировать на то, чтобы встраивать ML в свои бизнес-процессы. На самом деле, нет. Начинать нужно с малого. Вот, первым шагом для встраивания вообще аналитики в свои бизнес-процессы является внедрение дескриптивной аналитики, то есть, научиться на цифрах отвечать на вопрос, а я деньги теряю или нет? И отвечать на вопросы, что происходит с моим бизнесом. И на первом шаге обычно необходимо создать метрики здоровья твоих ключевых бизнес-процессов. Вот в NVIDIA, когда у нас пришел директор по логистике, он первым делом внедрил метрики он-тайм, сколько заказов у нас доставлено своевременно, инфу, сколько заказов доставлено полностью. Если у заказа нет отрицательного отзыва или отрицательной оценки, то тогда заказ еще в комплексе считается идеальным. И мы внедрили метрики perfect order. И таким образом смогли отслеживать вообще здоровье нашей логистики. Дальше, в случае отклонения какой-то ключевой метрики, хочется отвечать на вопрос, а почему эта метрика упала, почему я теряю деньги. И дальше как раз начинается этап уже диагностической аналитики. Я вот тоже сотню раз видел, как на операционном совете директоров в случае, если все хорошо с компанией происходит, план выполняется, то это одновременно. И маркетинг запустил промо-компанию, и категорийные менеджеры о новых товарах договорились, и логистика своевременно все развезла, и чар внедрили новый процесс мотивации, так что все шикарно заработало. Но когда план недовыполняется, то это конкурент запустил промо-акцию, то это погода нам трафик не нагнала, причем и как хорошая погода, что все по дачам разъехались, так и плохая погода, что никто на улицу не выходит. В общем, все время находятся причины, но на цифрах никто не может четко сказать, за счет чего у нас произошло падение, просадка. И здесь обычно применяется уже к тем метрикам, которые были созданы на предыдущем шаге, либо декомпозиция их, либо внедрение факторного анализа, раскладывание на составляющие части. Иногда еще приходит к такому процесс майнингу, то есть уже на базе логов из систем источников раскладываются до деталей твой бизнес-процесс, и появляется четкое понимание того, где же мы просаживаемся, где идет отклонение от основных каких-то стандартов. И дальше на самом деле начинается уже такой сильный шаг в сторону внедрения ML. И здесь уже с точки зрения сложности алгоритмов как раз происходит кратное увеличение, но и ценность, которую внедрение этих алгоритмов дает, оно тоже кратно повышается. Здесь мы как раз приходим к прогнозированию, то есть ответу на вопрос «А буду ли я терять деньги в будущем? Или наоборот, а сколько я заработаю в будущем?» Здесь внедряются уже алгоритмы прогнозирования спроса на нашу продукцию или прогнозирование вероятности отклика на нашу маркетинговую компанию. Там строится прогноз вероятности покупки клиентам без нашей коммуникации, вероятностью покупки с нашей коммуникацией. И здесь уже как раз для решения таких задач уже требуются умные ребята в толстых очках, которые занимаются построением математических моделей. Но не каждый процесс требует перешагивания со второго уровня на третий. Например, возвращаясь к той же самой логистике в МВиде, наш директор сказал, что мне не нужно прогнозировать метрику perfect order. Я и так знаю, что она должна быть на уровне выше в районе 99-100%. Я лишь должен мониторить, когда она отклоняется и падает. Мне не нужно продлевать ее значение на будущее. Это бессмысленно. Вершиной встраивания продвинутой аналитики в бизнес-процесс является внедрение оптимизационных алгоритмов. Это то есть, когда у нас уже создается, есть какой-то функционал, который нам необходимо максимизировать, например, выручка. Есть ограничения, в которые мы должны вписаться, например, по марже. Есть параметры управления, то есть, на каких клиентов, какую маркетинговую коммуникацию я могу выслать с какой глубиной скидки или с каким количеством бонусных рублей. Задача оптимизационного алгоритма как раз перебрать все возможные решения и выдать оптимальный результат. Ключевое, к чему я хотел бы подвести, вообще, в чем является миссия CDO, по крайней мере, у нас в компании в M-Video, это создание в компании условий, при которых компания может из данных извлекать конкурентные преимущества. И у нас на самом деле данные это не только Data Science, не только отчеты, а в целом у нас каждый бизнес-процесс в компании является и потребителем, и генератором данных, и каждая цифровая система является и потребителем, и генератором данных. И наша задача как CDO это провести критическую массу бизнес-процессов по лестнике извлечения ценностей из данных. У меня все, спасибо. Спасибо, Данила. Надеюсь, вы пишете свои вопросики. И мы переходим к Кате. Катя, у тебя тоже будет 7 минут. Про что поговорим? Да, я немножко отличаюсь от ребят на соседних креслах, потому что я не противоположной стороне. Яндекс, я такой руководитель внутренних статапов и постоянно занимаюсь тем, что развиваю новые направления. Например, ссылаясь к тому, что рассказывали ребята, когда мы делали предиктивную аналитику, мы разрабатывали в Яндексе систему, которая позволяла управлять 12 тысячами курьерами одновременно, так, чтобы к вам приехал заказ вовремя. Говоря об оптимизационных алгоритмах, мы придумывали такие системы, которые принимали решение, а стоит ли именно вам привезти заказ вовремя, дать вам скидку, промокод или на самом деле пренебречь сейчас этим и все равно будете заказывать. Как бы ни звучало, вот такие решения в Яндекс.Еде, в Яндекс.Доставке, где я работала или сейчас в Яндекс.Маркете, где я развиваю новое направление такого маленького, но смелого конкурента Авито, мы каждый раз опираемся на аналитику. Мое отличие от большинства, наверное, менеджеров Яндекса состоит в том, что мне все время приходится начинать с нуля. У меня нет вот этого, знаете, когда у тебя огромный массив данных, когда ты уже там большой, смелый, тебе есть куда применить email. То есть ты всегда начинаешь развивать новый бизнес from scratch, а это значит, что у тебя огромное количество решений, которые ты должен принимать в моменте, чтобы просто выжить. И вот это мой диалог с руководителем моей подгруппы аналитики, которая наше направление помогает развивать. А видно, что написано? Да. Да. И, наверное, еще 4 там с чем-то года назад, когда я пришла в Яндекс, где-то в переговорке я бы покрылась мокрым потом, чувствовала себя очень неуютно от таких комментариев от людей, которые явно в этом разбираются. но сейчас я просто загуглила. И в этом нет ничего страшного. Другое дело, что я умею задавать такие вопросы, которые моих ребят подталкивают искать лучшие решения. И вопрос, который я задавала себе 4 года назад, когда была человеком из оффлайн-операции, из вообще не диджитального бизнеса и пришла руководить цифровую компанию, был, а с чем я должна стать, чтобы с вот этими людьми разговаривать на одном языке. Я не скрою, как бы уровень стресса был колоссальный. И мне все время казалось, что я вот такая вот маленькая точечка на карте. И вообще, зачем я тут нужна, если они такие классные и умные, могут все придумать за меня? На самом деле, так не работает. Но я задаюсь вопросом, а нужно ли вообще руководить аналитикой? Давайте возьмем срез. В целом, ребята, с которыми мы работаем, это, ну там, скажем так, интеллектуальная элита. И они приносят лучшие знания математики, статистики, у них классное фундаментальное образование. А бизнес-заказчики двигаются по логике. Наверное, фаза ноль. Я все знаю. Я, честно говоря, встречаю уже очень мало представителей бизнеса, которые мыслят и действуют именно так. Фаза один. Вот, я где-то слышал, я сейчас найму пару умных чуваков, они приходят, рассказывают им про АИ, искусственный интеллект, сложнейшие алгоритмы, много вот этих непонятных слов. Но в целом, как мы иногда обсуждаем внутри, не всегда получается классный бизнес-результат, и не всегда удается вытащить из аналитики те невероятные инкременты для бизнеса, о которых хочет владелец или бизнес-заказчик. Фаза два. И мне она очень нравится. Это когда человек залетает в какую-то среду, получает отголоски информации, говорит, а что это вы там делаете? И начинает живо интересоваться, а как работает то, что ему принесли вот эти ребята из аналитики, нанятые из ИДО, консультанты и тому подобное. И вот это самое классное состояние, в которое мы хотели бы, приходили, в которое мы хотели бы, чтобы приходили те, кто начинает изучать аналитику. И фаза три – это когда вы уже хорошо плаваете в том, что можно делать, и приходите к своим аналитикам с задачей «А давайте?». И классная формулировка этой задачи в том, что вы не говорите мне, сделай мне метрику эффективности логистики вот на таком уровне, и давай следить, чтобы она не падала или не поднималась. А когда вы говорите, у меня есть проблема вот такого порядка, придумайте, как ее решить. И вот именно такая постановка задачи обычно стимулирует ваших ребят приносить действительно out-of-the-box решения. Когда у вас появляется команда аналитики, вы точно получите колоссальный интеллектуальный багаж, у них точно есть огромное количество масштабируемых решений, которые вы сможете применить. То есть это не что-то такое, что вот там здесь сейчас вы там пришлепали, а то, что можно раскатить. Мы недавно в Яндекс.Маркете поменяли чатом GPT и 108 тысяч описаний товаров, которые растят нам конверсию на один процентный пункт. Кто раз в ЮКОМе работает, понимает, что это миллионы, если не миллиарды рублей. О прозрачности и объективации сегодня они много говорили, это, пожалуй, первый самый важный шаг. И отсутствие искажений. Это то, когда в вашей структуре у каждого сотрудника есть определенный интерес показать тем или иным образом свои результаты или сослаться на погоду, где на самом деле погода ни при чем. Но, к сожалению, не заработает из коробки понимание логики вашего бизнеса. Это люди, которые не управляли там e-commerce, логистикой и тому подобное кучу лет, так как вы. Стратегия, фокус и приоритеты, потому что только вы понимаете, куда вы сейчас готовы платить, какую компанию вообще вы строите. И надо понимать, что консультанты или нанятые сотрудники, ну там классно, если там у вас получился вайп со самого старта, но все-таки это сотрудники чаще всего. У вас не сразу появится креативный поиск решений, просто потому что, опять же, как бы чаще всего люди, которые изучали анализ данных, они меньше погружены в бизнес-среду. И я скажу, что вот такие ребята, как сейчас перед вами, их очень мало. Вы задумайтесь, там, ну типа десятки, может быть, на всем рынке, и там, ну не скрою, они тоже ищут интересную работу, и не всегда их можно привлечь в какой-то малый, средний бизнес или на какие-то задачи, которые вы пока решаете. Ну и последнее, то, что мы называем коммерческим мышлением. То есть, к сожалению, опять же, только предприниматель обладает вот этой чуйкой, очень много аналитиков обладает ей тоже, но все-таки по большей части это люди про данные, про знания и прочее. Я предлагаю стать для аналитиков и для своего CDO, и для нанятой компании, которую вы, возможно, привлечете для каких-то консалтинговых услуг, стать партнером номер один. Но у меня большой вопрос. А как вообще дорасти? Как себя не чувствовать моськой в комнате, где люди оперируют совершенно другим багажом знаний, интересными кейсами и тому подобное? Чувствовали себя когда-нибудь, когда разговариваете с математиками или с какими-то ребятами совершенно другой среды, что вы прям вот, ну, скокоживаетесь? Мне кажется, я знаю, как туда прийти, и знают ребята, знают точно Ваня, туда водят много людей каждый год. Во-первых, суперважное качество, которое нужно приобрести, это структурированность, и понимание своих проблем. К сожалению, несмотря на то, что это стало мастхевом, многие даже не понимают, про что это. Но вот это тот метод мышления, который позволяет исключать лишнее, делать свою проблематизацию очень понятной для людей с математическим, опять же, складом ума. Второй понятийный аппарат. Если вы не обладаете первичными зданиями в статистике и в математике, вам будет очень сложно, и то, что вам объясняют, если вы еще этим не интересуетесь, будет, по сути, нечто из области высших материй. Ну и, наверное, лучшие практики области применения, это когда вы слышали, что Uber победил Яндекс, потому что инвестировал с точки зрения в платформы водителей, а не в покупателей. Это в конечном итоге было дешевле. Вот вся вот эта насмотренность обычно дает вам такие, ну, скажем так, шаблоны, с которыми вы приходите и говорите, вот смотрите, кажется, MVideo сделал вот так, и это сработало. И когда вы в классе на наших курсах для студентов MBA или executive MBA слушаете эти кейсы, самые классные результаты, что в вашем мозгу крутятся шестеренки, вы понимаете, блин, вот это вообще-то про меня. И неважно, что там было как бы бизнес в дереобработке, а я занимаюсь там, не знаю, производством пластмасс. Вот эти аналогии это самое ценное, самое важное, что вы можете вытащить из обучения. Ну, и последнее, чем я хочу завершить, происходит демократизация знания в аналитике. Точно так же, как это было некоторое время назад в маркетинге, в продукте и в других сферах. То есть эти вещи становятся все более понятными. Уже сложно не скачить на эту волну. Через некоторое время будет просто, ну, наверное, даже неприлично не знать каких-то вещей, не оперировать понятиями, о которых все говорят. Но вот с этой бандой на самом деле стараемся вложить пич в эту демократизацию и не только рассказывать об этом на курсах для тех студентов, которые пришли на MBA и Executive MBA или купили какие-то долгосрочные программы, но и делать какие-то открытые, возможные другие форматы, в которые можно будет прийти и вот погрузиться на там несколько дней и разобраться в вопросе. Так, чтобы стать хорошим заказчиком и чувствовать себя не мойской в комнате, а тем человеком, который задает очень добротные, качественные вопросы. Поэтому приходите поговорить просто о своих проблемах, о решениях, о том, что вы бы хотели, чтобы вам рассказали такие ребята, как мы, и мы с удовольствием это сделаем. Спасибо. Спасибо. Я обратил внимание, парни, вы, конечно, молодцы, но когда Катя начала говорить, народ прям приваливал и приваливал, и приваливал. Спасибо за энергию. Легендарный спикер, абсолютно. Просто чувствуется, когда человек уровня ТЭДу уже разговаривает, это всегда в комнате ощущается. Без сарказма. Спасибо за ваше выступление. Теперь, я надеюсь, у вас будут вопросы. Кстати, история с деревообработкой, это реальная история на последние ЕМБ-35, если я помню. У нас вот с ребятами мы работали, у нас был товарищ, у которого лесодобывающая компания, лесообрабатывающий завод, и мы когда начали разбирать внутри метрики, которые он будет ставить, чтобы правильно, правильно заготовить лес, там просто подвал нюансов, начиная от того, одной категории лес, какого качества бывает, и заканчивая тем, на выходе, я не разбираюсь, двери в обработке, пожалуйста, не цепляйте меня за конкретные слова, заканчивая тем, какие типы ланы, ланели, ламелей, под ламелей, спасибо, под конкретный паркет или что-то такое, и там внутри такое пространство для оптимизации, просто. Давайте пойдем к вашим вопросам. Кто первый? У меня есть в руках вопроса, если что, если нужно будет подогреть дискуссию, но так неинтересно, интересно с вас начать. Пожалуйста, представляйтесь и задавайте вопрос, если кому-то конкретному, говорите кому, или просто всем. Я хотел узнать, а как вообще нанять вот таких умных аналитиков малому бизнесу, если их всего 10 человек, 50 компаний? Прекрасный вопрос. Прекрасный вопрос, Сергей. Кто берет первый ответ? Как нанять этих аналитиков? Вы стоите как чугунный мост и еще и носом воротите, не хотите никому идти, мне нужны большие задачи и прочее, прочее. Что делать? Что делать ребятам, которые хотят просто это делать в своем бизнесе? Во-первых, самый простой вариант, есть подрядчики, которые готовы относительно, на текущем рынке относительно за небольшие инвестиции начать решать ваши конкретные задачи. И зачастую с этого и начинают, чтобы не инвестировать в выстраивание экспертизы у себя, а собрать какие-то низковисящие плоды, это можно делать внешними, наемными ресурсами. Наверное, подрядчик, вы можете поделиться? Ну, поделимся, да. Опа, вот это хороший заход. Еще есть комментарий к этому вопросу? У меня есть комментарий, я в конце скажу к вашему вопросу, Сергей. На самом деле, как чугунному стоит, наверное, прям супер-супер-синьер чуваки. Сейчас рынок очень растет, приходит на рынок очень много... Ну, на самом деле, у нас в России очень сильная база математиков, физиков, и вот раньше они не знали, что делать, а вот сейчас они знают, что делать. И по факту у нас почти все управление топ-менеджмента Тинькофф это бывший физтех, мехмат, ну, типа... Вот, а раньше, инженерами на завод пошли. Вот поэтому сейчас очень много курсов, которые обучают джуниор-аналитиков, и их можно точно нанимать. Вот. Дополню то, что Вова говорит, буквально секунду, что когда этот товарищ, новоиспеченный аналитик, который закончил, поучился на математическом вузе, поучился, а потом закончил курсы, идет работать в условный Тинькофф, он становится частью огромной системы, смузи, все дела. Это одно. Когда ты приходишь к нему и говоришь, у меня ты будешь доступ поменять ко мне, я принимаю решения в компании, твои идеи и твои решения будут влиять на то, как мы зарабатываем вместе деньги. Это может очень привлекать. Да, 100%. Можно я еще один тоже вспомнил? Их не обязательно нанимать. Во-первых, обычно в компании есть люди, которые уже, в принципе, сами готовы развиваться в сторону аналитики, и таких людей нужно искать, их поддерживать, их взращивать. Сейчас уже есть достаточно доступные курсы с примерами разборов конкретных бизнес-кейсов в соответствующих отраслях. И столько порекомендуйте. Какие курсы? Тоже порекомендуем. Фиксируем это в обещания, и мы потом это все как-то кто-то должен вспомнить. Вот я смотрю почему-то на Леру. Яндекс.Практикум. Нет, не отвлекайте его. Не отвлекайте. Кать, ты хотел добавить. Да, меня, возможно, застрелят за кулисами, но первая, наверное, рекомендация важная. Вам внутри, ну то есть она такая менеджерская, ну там, не за аналитики, вам внутри нужно найти человека, кто внутри компании будет вообще за этот стрим отвечать. Должен появиться какой-то оунер. Если вы SEO, скорее всего, у вас не хватит энергии. И такие люди появляются. Это как раз, ну, очень интересное такое переключение. Я видела несколько кейсов своих хороших знакомых и друзей, которые были там, не знаю, коммерческими директорами, директорами по продукту и тому подобное. Они говорят, слушай, вот я хочу понять про цифровизацию, как бы разобраться, как там что работает и очень хорошая инвестиция в этого человека, досыпать какую-то специализированную программу и тому подобное. Вот дальше, когда у вас появился такой человек, к нему можно прикреплять, там действительно можно найти достаточно доступных исполнителей. Я не скрою, что в Яндексе вот на начальных ролях это почти всегда студент. Ну то есть, типа, мы на самом деле сейчас добываем нефть, мы как бы вот просто ищем днем с огнем этих ребят и конкуренция за них очень высокая и нам приходится их дообучать. Но та вещь, о которой говорил Ваня, когда вот этот человек поработал там с классными, там в Тинькове, в Яндексе, там в ритейле большом, крупном и у него хинт, есть довольно сложная высококонкурентная среда для роста по зарплате и уровню ответственности. Вот к вам он в этот момент, там, ну там, не знаю, 3-4 года опыта пойдет с большим удовольствием, наверное. И последний от меня комментарий. Здесь у нас сидит выпускник ММА, я вижу, Андрей, привет. Ребята, когда на ММА у нас делали проекты, они такие, так, ну у нас там маленький бизнес, средний бизнес, у нас аналитики нет как таковой, мы учимся это прямо сейчас на программе делать. Они нанимали аналитика на троих. Одного, на троих, и парт-тайм он у них работал, реализовал проекты. Я такую помню, помню практику, а преподавателей курсов привлекали, ну или по крайней мере я эти разговоры слышал в классе, не знаю, дошло ли до дела, чтобы прособеседовать. Потому что Дима Зборовский, там, один из преподавателей, он говорил, слушайте, ну не разбирайтесь, ну наймите вы чувака себе на несколько часов, пускай он прособеседует под вашей задачей, как профессионал из области, вам аналитика. Он же целыми днями как топ занимается тем, что переводит бизнес заказов в заказы на аналитику. Ну наймите вы его для этого, заплатите вы ему, сколько он там в час стоит, я не буду вслух называть эти суммы. Вот, следующий вопрос. Ваня, можно? Вот я еще вот тоже. Тема выстраивания структуры, здесь она все-таки реально очень важная. Я вот хотел бы поделить универсального ответа, где взять аналитиков, как это нанять, ну нету. Но вот один из примеров, вот мой личный, то есть я работал в консалтинговой компании, занимался, был на пресейл-проекте в Утконосе, мы продавали решения по прогнозированию спроса оптимизации товарных запасов, и я понял то, что на стороне заказчика никто не готов возглавить эту функцию выстраивания дата офиса. Я просто генеральному директору пригласил его, нашел его контакт, пригласил его в бар и предложил ему свою кандидатуру, как вот, ну, просто будучи консультантом-интегратором, я сказал, я готов у тебя эту тему возглавить, занять руководящую позицию и пришел с презентацией того, как должна выглядеть орг структура и какие бизнес-кейсы мы будем решать. То есть такие варианты, они тоже существуют. Мы идем к следующему вопросу. Спасибо, Данила. Да. Всем привет, меня зовут Матвей. Можете назвать меня, видимо, в Яндексе нефть, потому что я с физтеха, и я как раз с другой стороны, со стороны аналитики. Так. А у меня другой вопрос, полностью противоположный. Вы, я не знаю, кто из вас работает с рынком, но как вы доносите заказчику, что ему это действительно нужно? Потому что ты общаешься с ребятами, говоришь, вот мы сейчас вам тут все проанализируем, повысим вам выручку, ничего не сэкономим, они говорят, ну, как бы, ну, вот та фаза ноль, про которую Екатерина разговаривала. А, то есть, ты, Матвей Нефть, говоришь, что, типа, а когда мы приходим и говорим бизнесу, давайте мы сейчас сотворим чудо, они говорят, мы не верим в чудо. Ну, конечно, ну, какой-нибудь консервативный завод, у которого куча данных вот этих, ты приходишь, ну, как бы, для меня это золото, потому что я могу там много чего сделать, а для них это неинтересно. И для большинства, с кем мы общаемся, примерно так и происходит. Когда, наоборот, в роли моськи ты выступаешь и приходишь к слону. Да, который знает свой бизнес и говорит, я свой бизнес шарю, даже ничего не пытайся. Это наиболее частая ситуация. Ну, ребята, как вы будете из этого выкручиваться? Вопрос не в бровь, а в глаз. Я здесь поддержу коллег, они вот вдвоем говорили про то, что все начинается с простого. Типа, все низковисящие фрукты, там, по принципу Паретта, дают бизнесу самые большие результаты. И искажения ребят из Фистеха и тех, кто научился классные алгоритмы делать и тому подобное, что как бы вам интересно делать крутые большие кейсы на большие инкременты, потому что это вас развивает, потому что вы как бы как, не знаю, компьютер с высокой производительностью себя такие загрузили, дофаминовая кома, и вы классные, да? А там же как бы на старте всегда мелкая моторика, данные аккуратно сложить, операционные метрики подвесить и тому подобное. Вот, так вот, ответ на твой вопрос, не гнушайтесь этим. Ну, то есть, помогите ребятам решить очень базовые, покажите им вот эти red dots внутри бизнеса, как бы просто, там, не знаю, запросив четыре таблички, и тогда вам потихонечку бизнес-заказчик начинает мерить, потому что, когда вы с ними разговариваете о сложном, это все равно, что заставить его, там, не знаю, поверить в Бога. Ну, вот, по той лесенке, которую я отрисовал, обычно всем вот дата-сайенсам или выпускникам топовых вузов интересно сразу на верхнюю ступеньку запрыгивать. Но это очень плохая практика перескакивать через ступеньки, потому что держателям бизнес-процесса очень сложно вообще перестроиться. Я помню, мы тоже приходили с кейсом по оптимизации, а вот вам нужно кнопочку нажать, и за вас уже все там будет работать. А народ даже не понимал, какими метриками измеряется эффективность их бизнес-процесса. Ты уже встроил прогноз, они не знают, как он строится, они привыкли просто на историю смотреть. То есть, двигаться по зеркалам заднего вида, это максимум, что пока текущий когнитивный уровень позволяет. Здесь вот, ну, не надо перескакивать через ступеньки. То есть, получается, если ты встречаешь неквалифицированного заказчика на аналитику данных, тебе нужно его привести туда, вести туда, потихонечку обучать. Забирают. И вот еще тоже отличный эффект. И еще важно детально погружаться в бизнес-процесс. Нужно выстроить прям доверительные взаимоотношения со своим контрагентом, со своим партнером из какой-то операционной функции, так, чтобы ты полностью понимал, как он функционирует и как выглядит его клиентский путь по решению конкретной задачи. Иначе ты будешь фантазировать, и тебя будут воспринимать в роли какого-то ну, просто фантазера, да, который вот не знает, как вообще поле пахать, а уже сразу предлагает комбайн. Ну, то есть постепенно менять поведение, отношение заказчика к аналитике. Показывая низковисящие, срывая с ним, вести с ним низковисящие фрукты. Когда мы вот в дипломных программах делаем модуль там про применение аналитики, у нас ребята сидят в классе, у них есть куча, как они считают, крутейших задач для ребят типа тебя. И значит, мы говорим, окей, мы зовем банду санятистов прямо в класс и говорим, продайте им задачу, наймите его. И они обнаруживают то, что их офигенные задачи в бизнесе вообще не интересны математику. Типа, тут нечего делать, зачем ты меня вообще для этого позвал? И вот это вот туда-обратно, вот это вот переводы туда-обратно очень полезны как для вас, так и для заказчика. Друзья, здесь, кстати, еще есть пять мест, так что можете присаживаться, это наши места, не стесняйтесь. Давайте, представляйтесь и вопрос. А вы прямо с места говорите, вас микрофончик подсветит. У нас тут супер модная классная аудитория, да, говорите. Меня зовут Андрей, у меня два вопроса. У малого и среднего бизнеса, как правило, данные, они если есть, то это зачастую похоже на салфетки, вот как вот этот мусор превратить в золото для Матвея в нефть. То есть с чем работать, если ты даже нашел подрядчика, это большой вопрос. То есть в какой форме надо аккумулировать данные, это раз, а второй вопрос, а можно как-то ознакомиться с кейсом с деревообработкой, потому что у меня очень схожий бизнес. По кейсу деревообработки просто напишите мне, например, у девчонок есть контакт, и я попробую связать вас с тем, если он согласится, я свяжу вас с ним, без проблем. Вопрос про данные еще раз, коротенечко. Ну, данные малого бизнеса собраны, непонятно как. Да. Модели по-разному, на салфетке, эксельская салфетка, тетрадка, там, ну, фиг знает что. Даже если ты нашел классного специалиста, который готов тебе помочь, как это вот ему показать? В чем вести данные? Кто первый? Ну, во-первых, с экселем тоже уже можно работать, и эта задача как раз, вот, ну, зрелый аналитик данных, он в целом может работать с тем, что есть, но параллельно тебе подсказывает, от чего не хватает. И вот я вот эту лесенку нарисовал, на самом деле есть еще ступенька ноль, это сбор данных. Иногда, вот, зачастую просто в рамках бизнес-процесса эти данные нигде не собираются. И тогда требуется перестроить этот бизнес-процесс, то есть внести в него изменения на самом даже первичном уровне, так, чтобы эти данные уже как-то собирались, то есть оцифровать процесс и начать их собирать. Но надо понять, вот где, в принципе, вот по-вашему наиболее, это тоже просто инвестиции, здесь надо будет оценить, где это принесет какие-то плоды. И вот еще, что важно, вот вся эта лестинка вот по принесению ценностей из данных, она должна работать быстро. И зачастую многие вот компании, они сталкивались с тем, что они проинвестировали, создали там команду аналитиков, но они полтора года что-то делали и ничего толкового не создали. Здесь тоже вот Катя правильно сказала, что заказчик сам должен быть зрелым, он должен понимать, что можно требовать от этих аналитиков, чтобы они в короткие сроки предоставляли результаты. Я здесь добавлю первое ободряющее, вы не один. Чтобы вы понимали, насколько вы не один, вот я вчера буквально на работе решала кейс, когда у меня люди в Яндексе типа не складировали там какой-то объем данных, просто вот эксперт что-то делали и не записывали это. Из-за этого увеличили себе срок реализации проекта там типа на два месяца. То есть это постоянно происходит и не только у вас. Это первая мысль. Вот. А вторая мысль, она как бы в продолжении темы про грамотность заказчика. Вот я в нескольких разных бизнесах была, кажется, очень разных. Там доставка, еда, там международки мы запускали, сейчас вообще E-ком занимаюсь. Модель везде одна и та же. Вот эти первые как бы вещи, за которые нужно схватиться, везде примерно одни и те же. Ну то есть скорее всего как бы можно очень быстро там поговорив с двумя-тремя людьми, понять вот эту схему, да, а еще очень классно поговорить с теми людьми, которые уже путь прошел из вашей отрасли просто. Если хотите, я вас познакомлю со своими ребятами из группы, которые занимаются аналитикой в строительстве. Они не аналитики, они бизнес-заказчики, но это типа тот вот share of experience, который вам поможет себя направить. Представляйтесь и задавайте вопрос. Подскажите, вот в development как можно использовать практически, вот то, о чем вы говорите, да, как это можно использовать, скажем, есть у тебя участок земли, ты хочешь что-то там, допустим, построить. А у тебя есть там строительная компания, есть какая-то дата, которая работает там в других местах. Что вы можете предложить, допустим, для того, чтобы, ну, насколько я понимаю, что аналитика, как прогнозирование на будущее, да, что будет там. Как понять рынок, пощупать рынок, что будет завтра, как бы, да, то есть. Здесь, ну, в development, на самом деле, на одном из executive MBA курсов мы разбирали подобный кейс. Один из вот интересных кейсов применения аналитики, это динамическое ценообразование. То есть вы, построив объект, вам нужно, вы понимаете, сколько у вас там есть квартир, и у вас есть план по тому, как его продать. Есть коммерческий отдел, который как раз может там давать какие-то скидки, персонально коммуницировать с клиентами. Здесь, на основании вот характеристик, динамики спроса, вы можете повышать, ну, постепенно там понимать, с какой скоростью вам нужно снижать скидки, или как вообще в принципе там образовывать. Это вот, ну, действительно классный кейс. Еще один пример вот для девелопмента, вот одна из компаний моих знакомых, они создали с помощью дронов, стартап, который с помощью дронов оцифровывает строящийся объект и сравнивает его с планами на, ну, с проектом и подсвечивает отклонения, и как раз вот уже инженерная команда может принимать решение о том, что нужно есть еще ребята в Дубае, которые запустили стартап, они сначала просто торговали квартирами, то есть они говорили заказчику, у них стартап типа Циана, но с другой стороны именно с продажи квартиры, они говорили заказчику как раз-таки какую квартиру лучше купить, чтобы и комфортно, и продать, если что, и жить там можно было, потом они начали сами квартиры покупать, чтобы их продать, потом они начали вообще заказывать стройку сами, или они сами строили, или не заказывали, где построить, им нужно здание, они еще и в Москве этим занимаются, то есть они прогнозируют, вот как раз-таки пример из Кофикса, который рассказал, они делали то же самое в Дубае, и потом переехали в другие страны Персидского залива, в Москве они работали с частными домами, как раз-таки придумывали, где строить эти коттеджные поселки. В зависимости от, ну то есть на данных понимали, где их хорошо бы строить? У них, да, у них есть, если у нас есть такая тема, как геоаналитика, это на самом деле очень интересная штука, вот ребята, кто работал в такси, у них это вот есть, если все заказы там, Москвы, построить там, заказы e-commerce, заказы продуктов, что угодно, построить там, с 2010 года по 2022 год в динамике, показать на карте, там видно, как некоторые области, прямо вот так вот, знаете, как, не знаю, если молекулку рассматривать под микроскопом, и там вот так вот население потихонечку переезжает там на юг Москвы, и потом опа, на севере какие-то облачка людей образовываются. Это на самом деле все личные из жизни, которые там появляются, и вокруг этого можно придумать там, не знаю, открыть кафешку, построить здание, что угодно. Да, еще можно у операторов покупать обезличенные данные, тепловые карты строить и прочая-прочая история. Но отдельные сервисы есть даже, которые рекомендуют анализировать трафик на основании вот просто колоссальных массивов данных, там все, что есть в открытом доступе. И как раз вот мы, как ритейл, пользуемся такими сервисами с точки зрения приоритизации точек по открытию новых акций. Ну и сейчас просто хочу финальное сказать, чтобы как бы мы не усложняли очень сильно. У вас же есть внутри этапы как бы этого. У вас есть там условный коммерческий отдел, возвращаясь к первому питчу Данила, коммерческий отдел, который дает скидки. Для начала аналитика может служить рекомендательной штукой для этих ребят. Вы оставляете решение за вашими экспертами, чтобы они ни в коем случае не испугались. Вообще работа с существующими кадрами отдельная тема для беседы. А потом однажды система будет сама определять, просто динамически управлять этим. То есть, это вот опять уже по уровням прогресса алгоритма в вашем бизнесе. Да. Сергей, вот сейчас те темы искусственного интеллекта, которые обсуждаются, это больше все истории, связанные с внедрением каких-то отдельных задач внутри компании. То есть, там Яндекс решает, Кинькофф решает. Как вы думаете, когда появятся какие-то отраслевые решения, которые позволяют и включают искусственный интеллект? Ну, а, наверное, всех сидящих интересует вопрос, когда в Одинест наконец появится искусственный интеллект и вот у себя большая работа уйдет. На самом деле отраслевые штуки уже есть. Вот. И какие, вот, если можешь, уточнишь, Сергей, какие отраслевые штуки, например, в какой отрасли? Есть, там, банковская сфера, да, выделяют это у себя и делают эту историю там, самостоятельно. А сделать какую-нибудь банковскую АБС с искусственным интеллектом, которая можно масштабировать вовне. Ты имеешь в виду, чтобы все банки вместе скинулись и создали, или чтобы кто-то централизованно сделал? Ну, это тут вопрос уже про, это, кстати, был какой-то такой кейс про вот с прошлого Ембы, там тоже была идея создать, вот скинуться всем и создать отраслевой каталог, цен, что-то такое, для лампочек. Но это не делается, даже не на уровне среднего бизнеса, потому что, хотя у них денег меньше, им как раз таки интереснее это сделать. Потому что, ну, люди не договариваются. Это тут вопрос не про науку. Наука это изи, позволить тебе сделать завтра, вот. А так, в целом, те отрасли, которые договорились, они уже это делают, например, я точно знаю, что есть компании, которые, ну, в банковской сфере есть, на самом деле, единый скворинговый центр, я не помню, как это называется точно, вот, там хранится база данных твоих... Бюро кредитных историй. Бюро кредитных историй, да, и там хранится история твоих кредитных историй, и банки все обязаны туда ходить, и ходят, чтобы запросить, можно тебе кредит давать или нет. Ну, вообще, то есть, отраслевые решения, они, иногда они появляются, как становятся стандартом. Я помню, в свое время, вот, SAS Credit Scoring for Banking, это был стандарт, просто вообще отрасли, и вот, каждый банк, там, из топ-30 в России, они пользовались им для кредитных, потом, когда все, для кредитного скворинга, потом, когда уже, вот, банки поняли, что та модель, которая есть у них локально, это их конкурентное преимущество, они стали отходить от коробок в сторону создания собственных команд, которые как раз будут позволять им, вот, из данных получать конкурентное преимущество, и там поэтому стало сложно договариваться. Но есть, например, ассоциация больших данных, где, ну, те, кто, игроки крупные, которые в нее вошли, они создали свои, ну, передают свои анонимные данные, и для того, чтобы создавать, ну, лаборатории для исследования данных, для понимания того, как можно, там, данные одних компаний переиспользовать для бизнес-процесса других компаний, так, чтобы можно было какие-то совместные кейсы находить. А еще интересную вещь подсвечу, на самом деле, почему российский IT еще не упал, да, потому что есть такая великая штука, как open source, мы ее так называем, и не только мы, это когда не одна какая-то компания создала инструмент, и только она ею пользуется, или там максимум продает. Например, вот есть у Amazon такие инструменты, она их продает, за деньги может не продать. Вот такие инструменты сейчас из России ушли, а есть open source, который уйти никуда не может, и, например, почти вся геоаналитика Delivery Club, я уверен, Яндекс.Иды, Яндекс.Такси, Яндекс.Маркет, они строятся на открытых алгоритмах, открытые источники, открытые карты, это все можно использовать бесплатно, и вот на самом деле очень много инструментов и для визуализации данных, суперсет, например, весь российский рынок сейчас переехал на суперсет, ClickHouse, Яндекс создал, но это бесплатно, для всего рынка бесплатно кто угодно может использовать базу данных. И таких вот штук, именно не отраслевых, не совсем отраслевых, может быть, но именно горизонтальных, их очень много бесплатных, куда, что такое open source, они, во-первых, открыты для использования, во-вторых, ты туда можешь сам вкладываться, то есть дорабатывать, предлагать какие-то новые идеи, кодить, и это общий инструмент, который мы все вместе создаем. Да, то есть я чуть дополню про инструменты с открытым исходным кодом. Это не совсем бесплатно, то есть это, ты можешь это пользоваться, но там есть тоже лицензии разных типов. Например, то, что ты можешь использовать, но если ты вносишь какие-то корректировки в это ПО, то ты обязан их контрибьютить, то есть тоже сделать доступными для общественности. Вот, это одна из наиболее популярных лицензий. Есть лицензии, когда, ну, тот, кто создал эту лицензию, он просто отказывается от своих авторских прав на это все, это становится достоянием общественности, кто угодно, что угодно с этим может делать. Вот, то есть здесь, ну, с open source тоже есть нюансы, но я верю в то, что это за open source будущее в плане того, что это модель монетизации станет ключевой. И есть пример десятков, если не сотен компаний, которые после того, как вывели свое программное обеспечение в открытый исходный код, они просто стали лидерами рынка, а сами стали получать прибыль за счет другой модели монетизации. Идеи двигают миром. Я люблю эту фразу. Если за тобой пойду, если у тебя есть хорошая идея. Да, пожалуйста. Как вас зовут? Меня зовут Игорь, мы немножко занимаемся искусственным интеллектом, найти, а что вам нужно в ближайшие три года? Вот ваше видение на три года с точки зрения того, что вам нужно. Может быть, есть какие-то на западе инструменты, которые у нас еще нет, или вы бы хотели, чтобы это появилось в аналитике, но этого пока еще нет. Минутка коздела. Давайте. Я скажу, что не нужно, а что я думаю, нужно сделать. Я немного стартапер в душе. И есть такой инструмент амплитуда, есть такой аналог капметрика в России. Это очень удобный инструмент для аналитики. На самом деле, вот про аналитику есть вот амплитуда, заодно я рассказываю. Она очень удобна, она drag and drop, это означает то, что там можно любую аналитику построить пятью кликами мыши и обучиться этому инструменту за полчаса. Этим он и хороший, и велик, его использует весь российский рынок. Но единственное в нем минус, то, что он очень тупой, ну, он ничего не умеет делать, кроме просто показать тебе, вот так сейчас работает, вот первый шаг из презентации Данилы, дескриптив, описание. А есть умные инструменты, которые используют аналитики, типа ретеншиниринг, графы, машин лернинг, вот есть прям библиотеки, куда нужно постараться зайти, уровень входа очень высокий, а инструменты, которые может и легко, и умно, такого нет. И мне кажется, что такой инструмент, как правильно говорили, мы стоим дорого. Я не буду говорить, сколько мы стоим, но там это миллиарды рублей, это, мне кажется, около пяти миллиардов рублей общая стоимость аналитиков или там десяти миллиардов рублей общая стоимость аналитиков всех аналитиков в год, в год у Яндекса. Я думаю, примерно такие цифры. И, ну, конечно же, Яндекс хочет, чтобы это было не десять миллиардов, а два миллиарда. И для этого нужно придумать инструмент, который будет нашу работу автоматизировать. Такого инструмента пока нет. Еще мнение. позволит кому вам, например, делать ту же самую работу, но не нанимая меня. Вот туда нужно воевать. Во-первых, я бы здесь на краткосрочные и на долгосрочные направления разделил. Первое, это в связи с уходом вендорских решений необходимо их заместить, создать такой суверенный стэк ПО. Причем мы уже идем в эту сторону, но до сих пор даже те супертехи, которые у нас образовываются, они все равно сильно отстают от игроков на западном рынке. А в долгосрочной перспективе я считаю, что у нас смещение стэка должно от суверенного к такому киберпанку перейти. Это уже должна произойти токенизация экономики и от инфраструктуры, от собственных железа, инфраструктуры в облаках уже переходить в сторону блокчейна, так, чтобы уже блокчейн критическую массу набрал и уже невозможно было его выключить так, чтобы уже управление даже такое, я не побоюсь сказать, управление шло в этой сфере не государственным регулированием, а уже корпорациями. Я вижу удивленные лица, я тоже ничего не понял, если честно, все нормально. Все нормально. Это было хорошо, это было хорошо. Я думал, что ты говоришь до сингулярности, Данила. Спасибо. На этом мы заканчиваем, у нас просто уже мы вывбились из тайминга, я смотрю на девчонки, простите, вы можете сейчас подойти, мы останемся здесь, зададите нам вопрос, мы пообщаемся еще. Что я хотел в завершении этой сессии сказать? Мы почему об этом говорим? Вот программа MBA, Executive MBA, это про лидеров современного, будущего, про квалифицированных менеджеров, если сухо говорить, и про лидеров, которые поменяют бизнес. Вот мы считаем, что это то, в чем вы, современные лидеры, должны разбираться в том числе, иначе вы не актуальны. Вот такую вот драму повешу в конце, и спасибо вам огромное, очень, я вижу много заинтересованных лиц, я вижу мало людей в телефонах, это то ли нам комплимент, то ли вам, спасибо вам огромное. То ли косяк мобильных операторов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!